За сменой системы налогообложения и отмены моратория на банкротство из-за пандемии некоторые эксперты увидели причину будущего ухода с рынка бизнесменов. 2021 году пророчат серьезные экономические проблемы, но до сих пор непонятно, продлят ли мораторий на банкротство. Действовал он с апреля 2020, чтобы волна закрытий не накрыла предприятие. Однако этой волны все еще стоит опасаться, уверен председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Тогда ситуация была еще более-менее ровная. Предприниматели только входили в эту проблему. И задолженности, которые у них образовываются в результате пандемии, в результате этих ограничительных мер, они имеют осроченный характер и как раз только сейчас они будут проявляться. В то же время другие эксперты говорят, что альтернатива мораторию есть. Например, налоговые льготы. Здесь понятно, что большинство наших налогов это федеральных налогов. Здесь мы минимально что можем сделать. И здесь все зависит от того, сумеет ли исполнительная власть добиться определенных льгот для Алтайского края в силу его специфики, в силу того, что 45% населения таких территорий в стране единицы. А в первую очередь страдают, конечно, жители сельских районов нашего Алтайского края. И бизнес там. Но это не единственная головная боль предпринимателей. Единый вмененный налог отменен. И этой удобной для большинства предприятий налоговой системы нужно найти замену. А любые финансовые изменения для бизнеса всегда риск. Но по данным начальника управления Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Александра Евстигнеева, число пострадавших в этом плане назвать пока сложно. А ситуация такова. Почти 9 тысяч предпринимателей предпочли упрощенку. 6 тысяч будут совмещать ее с ЕНВД. Почти 6 тысяч перешли на патент. 538 компаний теперь на общей системе, 406 выбрали налог для самозанятых. А 528 предприятий так и не определились. По требованиям законодательства действующего, эти 528 автоматически уходят на общую систему налогообложения. Но здесь нужно подчеркнуть, буквально вчера мы получили письмо, информацию, вернее, из Федеральной налоговой службы Российской Федерации, которая разъясняет возможность и право хозяйствующих субъектов, не успевших по тем или иным причинам эти решения принять. Такое право сохраняется до 1 февраля 2021 года, но только на упрощенную систему налогообложения. Но выгодать, кажется, выйдет не всем. Перешедшие на упрощенку предприниматели уже сейчас подсчитывают грядущие траты. По мнению владельца сети кофеин Романа Конбарова, эта сфера бизнеса рискует понести значительные потери в силу своей специфики. Мы можем даже закрыть квартал в ноль, потому что сейчас ситуация действительно не очень хорошая, и прибыльность бизнеса очень упала. То есть даже если в теории мы закроем квартал без прибыли, мы все равно будем обязаны по закону оплатить 1% от оборота. Мы можем смело утверждать, что для нас, по сравнению с предыдущей системой налогообложения, налоги вырастут в 5 раз. Ну то есть в 5 раз за то же самое. Больше мы будем платить. Ну, за одно большое ничего. Пожертвовать зарплатой сотрудников или качеством услуг, по мнению Романа, невозможно. И делать это они не намерены. Остаются два варианта. Поэтому в первую очередь сократим прибыль и перейдем и увеличим долю энтузиазма. А как это скажется о нашем развитии, ну, я думаю, отрицательно. Посмотрим, в какой перспективе. Анастасия Бертенева, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова